Ведись я не как всегда, будь без эмоций, грусти, страдать. Людям это нравится. Фиг вам, понятно? Обалдели. А что это у нас? Чеснок, лук? Что это у нас? Ну есть такой же чеснок. Ну какой сейчас чеснок? Ну, а какой сейчас лук? Такой же у тебя чеснок. Народ, привет-привет! Сегодня у нас вот такой вот ужин. Мы вместе с женой, конечно же, покушаем вместе с вами. Да, я уже микрофон подцепил ниже. Вам он все не нравится, все плохо, все хреново, как обычно. Ну, в общем, я уже привык. Давайте дальше, хейтеры, вперед. Итак, у нас сегодня, как он называется правильно? Капустняк? Ну, или щи с хвашеной капустой. Давайте щи назовем его. Бабушка капустняк называла его всегда. Очень много, да, названий. Здесь у нас, а это охотничьи колбаски, я так понимаю. Вот это ты узнал сразу. Да ладно. Это не знаю, что, а это... Это я думал поначалу, что чесночок, знаете, молодой такой, ну нет, это лучок. Здесь у меня солька прячется, и давайте будем начинать. Всем хорошее настроение, замечательного вечера, хватит дергать камеру, для чего ты это делаешь. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вот ты все равно не вырежешь, что ты машешь руками. Да, браток, да. Соня. Здесь ничего нет интересного для тебя, поэтому... Все, народ, давайте кушать, давайте... Приятного аппетита. Шлепать, и в общем, да, слюна бежит, всем хорошо. М-м-м, кстати, хрен еще есть у тебя. О, хренчик точно-точно. Вот он. Вот такой вот суп, я бы сказал, каша. Но, сейчас будем есть. Ну, чтоб ложка стояла. Что тебе, наводать, хрен? Давай, давай, сейчас ее набульбеню. Ты что-то себе переоценил, ты сейчас будешь плакать. Ну, поплачем. Не всегда ж мне смеяться. Ну, действительно, это такое, как бы, можно сказать, диетический, практически щи. Если бы, конечно, его там на косточке, с мясом сверить. Ну, тут есть мясо. Ну, с курочкой. С курочкой. Так бы, если такое именно. Короче, народ, если вам интересно, делюсь с вами своими проблемами, новостями. У меня кто-то. Так вот, короче, сегодня с утра у меня не закрывалась машина. У меня центральный замок не сработал. Я, короче, получается, если у меня дверь не закрывается. То есть, горит вот эта вот красненькая фонарик. Какая-то лампочка. То я машину не могу оставить. Как бы, ну, могу, но она будет открыта. Все, поехал на сервис. Говорю, ребят, помогите. Что делать? Ну, оставьте, мы посмотрим. У нас вообще очень много работы, но мы не знаем, не знаем. В итоге. В итоге. Сказали. Вы, наверное, недавно пользуетесь машиной? Я говорю, ну, как бы, да, недавно. Ну, вообще-то, нужно замки смазывать и умороз ее не мыть. Я говорю, умороз ее никто не мыл, народ. Ну, все равно. Короче, 400... Не, ну, надо что-то говорить. 450 рублей. Помазали мне замки. Все закрывается, все хорошо. И все. В общем, проблема налицо. Мы ее решили. В общем, чтобы вы понимали, машин без проблем не бывает. Ну, это естественно. Так что, если будете брать, надумали брать, то подумайте об этом. А так как Хенси Ви, он кушает, я бы сказал, жрет. Можно Мукбану снимать, как он жрет. Да, вот. Дай мне тоже шутка. Ты больше. Я сегодня смотрела передачу. Что-то. Называется, супер мамочка. Так. Я смотрела украинскую версию. Есть российская, но я тоже как-то когда-то смотрела. Ну, это типа из новинок высветилось там в рекомендациях. И, ну, понятно, что это шоу, там, и все. Нет, ну, есть и какая-то доля правды об этом. Потому что все разные, все очень интересные. Ну, правда, такое впечатление, что выбирают именно там, не то что мама, а вообще... Мачеха. Так. Причем тут мачеха. Ну, где какой-то трэш творится, да. Обязательно... Значит, будем снимать. Просто ж так неинтересно. Ну, конечно. Если не все так плохо, то от этого складывается рейтинг программы. От этого складывается именно как люди будут смотреть. Ну, и все такое. Как-то так. Опять же, что там была одна патрула экстрасенс. Опа. Ну, просто, ну, скорее всего, уж пришла для пиара. Но, судя после шоу, мне кажется, это был анти-пиар. Потому что, ну, такая... Чего? Во-первых, всех обсирала, там, как могла только. Там все же не такие. Все плохие. У самой ребенок 12 лет. Пацан из дома, она его не выпускает. На улицу самому нельзя никуда выходить. Сидит только дома. Назвали королеву. И жизнь, типа, ему королевская там должна быть. Ребенка королем назвали? Ну, они циване. Это их имена у них есть такое. Королев. Ну, то, что как она по всем там проходилась. Такое. У одной, получается, ситуация была. 18 лет умер отец. Потом там через год, через сколько мать умерла. Она в это время родила ребенка. Ну, короче, осталась сама с маленьким ребенком. С мужем тоже там не сложилось. Он ее избивал и все остальное. Поэтому, как она, ей пришлось оставить ребенка там у знакомых, у своих пожить некоторыми, а сама уехала на заработки. Ну, чтоб как-то. Та, что? Ты что? Вы связь потеряли? Вы все? Потом говорит. Я вообще не увидела у тебя какой-то критической ситуации. Ну, поймаешь, девка 18 лет осталась с маленьким ребенком на руках без никого образно. Ты своего в 12 лет из дома даже не выпускаешь, боишься. Не фактично. Ну, да, я ничего такого не увидела. Хотя, извините меня, ты же экстрасенс. Ты должна была сразу понять, что человек там с тяжелой судьбой. Ой, эти экстрасенсы. А потом, когда они вот оценки выставляли, типа, аж это говорит. Я как раз почитала про тебя немножко информации, что та же, когда битва экстрасенсов снималась, она же там где-то год снималась, что та отсутствовала дома, там, по-моему, аж связь прервала. Ничего страшного. Только за другими видно. И потом, короче, они там собачились-собачились между собой, вышел здесь психолог, говорит, а вы знаете, такое выражение, пауки в банке. Ну, когда вот друг друга там сжирать уже начинают. А охренели в край, я знаю такое выражение. Нет, ну это когда собирают их в одну банку, они там сжирают друг друга. Так и на этих. И он же им говорит, вы же не забываете, что потом эту передачу могут посмотреть ваши дети, их одноклассники. И это же сразу в слезы, там все. Это точно, это правда, вот это вы правильно сказали. Нет, ну это же сама не догадалась, да. Не предсказал никто. Ну, короче, не, ну оно такое, веселое, конечно. Не знаю, это, мне кажется, специально собирают такого. А может быть, даже вообще выдумывают сами. Ну, может, потому что у всех, в принципе, такие истории жизни интересные. Не, ну просто оно как бы идет там, либо вообще, типа, супер-женщина, что не то, что мама, что там, бизнес-леди какая-то, супер-супер. Либо вообще там, ни о чем, да. Как соседи мы сегодня встали. Ребята, а сколько мы встали сегодня? Пол-восьмого? Нет. Пошел пол-восьмого. Пол-восьмого тоже на работу. Да, где-то, начало, короче, восьмого, или без пятнадцати, где-то, ну, короче, встали мы рано на работу, как обычно. А за стенкой уже там разборки, уже кто-то на кого-то орет. Может, люди раньше тебя встают. Поэтому уже все успели. Я понял, Соня. Держись. Нет, ну, просто там именно к материнству конкретно отношения не особо имеются. Или наоборот, там тоже смотрела, что приходят же мамочки, начинают проверять, насколько же умные дети у других мам. И малому, по-моему, год и три было, что ему, как тебя зовут, сколько тебе лет, один или два, тот еще не понимает, где находится. Да, вот у него отстает в развитии. К ее ребенку пришли тот четыре года, не разговаривает, непонятно, не звуки. Это нормально все. Кстати, маманька же мне рассказывает, что соседи, так, ребенок плохо и говорит, он практически вообще не разговаривает. Ну, это же к врачу надо. Три года. Нет, три года это еще не... Ну, не знаю, три года. Там тоже почитали. Ни баба, ни мама, понимаешь? Не, ну, там смотреть надо за ребенка. Ну, вот. Три года... Три года. Народ, три года что-то говорить? Не, ну, временно там не должен. Не, ну, может, он что-то говорит. Твоя мамка же это, может, и не слышала. Ну, там уже бабушка ругается. С чужими людьми совершенно по-другому себя ребенок ведет. Ну, все, по-моему, я так и... Не, просто я это вела к тому, что, в принципе, это основная масса людей. За другими не видят, наоборот, за другими видят все, а за собой не видят ничего. Ой, это подождите, вы сегодня почитаешь комментарии. Не, ну, тебе просто, это же так и есть. Лук вообще жжет. Да? Хотя вроде такой сиреночный был. Хрен жжет. Не, ну, хрена ты ко мне узнала. Я жгу. Ой, одна отдушина колбаска. Ой, вкусняшка. На колбаску это ведем. Так что, народ, вот так вот. С машинами мне это написали. Еще тысяч на 15-20 нужно заведеть, пока не критично. Потихонечку. Все сделано. Сегодня я написал? Не, не. Ну, когда мы брали, помнишь? Кто такой? Перед покупкой надо было проверить полностью машину. Не, ну, они же цеплялись в любой мелочи, чтобы... Вот. От этого вот так вот. Все. Блин. Блинский. Все хорошо. Все покушали. Все наелись. По тренгели. Молодцы, что зашли. Пишите комменты и можете что-нибудь жмакнуть. Хоть лайк, хоть дизлайк. Так что, все. Давайте. Пока-пока. Всем удачи. До новых встреч. Обнимаю, целую. Берегите себя. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok